так все начали подключаться так салут лото от лумя вот к кишины узкого негтязма москва так москва на связи вижу фалешты, ковараж хочу обсудить с вами последние события в стране сообщить кое-какие кое-какие новости то, что наши бандиты с парламента и правительства готовят так вот Белсов аллигатура к явлению Бельсам привет Германия салут Сергей пишет Ренат мы тебя заждались я тоже по вам очень скучаю Елизавета Олежкина спрашивает а вы женаты нет Елизавета я не женат плюс я принадлежу народу это уже это уже было понятно так Ильян Кашу салут да ребят делайте пожалуйста репосты кто находится онлайн чтобы максимальное количество людей могли увидеть услышать то, что я сейчас озвучил так но рок дела и заре не век салут так вижу девушка пишет ангелуця сиватистян сказочник требует смайпуне стрисымник сквамэри в раме с ним требу ангелуця деку еждар он залег кештам амишат атиш так ну что предлагаю начать те кто подключат смогут если что посмотреть потом записи сначала я прокомментирую определенные события расскажу вам определенные планы правящего режима потом отвечу на ваши вопросы которые я вижу в бегущей строке значит первое значит все больше и больше в молдавских СМИ появляется информация о том что будут досрочные выборы не будут предлагают демпартии аккуратно используя того же Танаса значит пытается вбить нам всем голову что вот смешанная система на выборах то есть часть будут избираться по партийным спискам часть будут одномандатниками депутаты в будущем парламенте значит Филипп выступил и сказал что до парламентских выборов Плохотнюк не не будет претендовать на должность премьер-министра но он очень амбициозный тип поэтому он все-таки будет добиваться своего значит нет никакой четкости по выборам я считаю что выборы вернее я не считаю я в принципе наверное уверен даже что досрочные парламентские выборы у нас будут в этом году но они будут не из-за того что мы с вами хотим к сожалению так как должно быть в демократическом государстве да когда большинство граждан страны хотят досрочных парламентских выборов в нормальных странах они проходят у нас проходят они тогда и таким образом как этого хочет Владимир Плохотнюк значит многие послы многие международные наблюдатели очень встревожены и озадачены тем каким образом Плохотнюк хочет провести эти досрочные выборы я сам вам скажу что я был в шоке когда узнал каким образом он их собирается каким образом он их собирается проводить значит подчеркиваю что эту информацию я получил от своих источников в разных посольствах где послы в шоке от того как Плохотнюк собирается провести выборы значит вы до сих пор слышали о том что часть депутатов будут избираться по партийным спискам то есть половина вторая половина будут избираться на местах нам всем пытаются показать что это так лучше для людей когда не участвует 3-4 политика в решении не принимает там судьбоносные решения для всей страны а должны быть представлены люди с территории значит мы видели как прошли выборы народное собрание Гагаузи сегодня чего хочет сделать Плохотнюк он хочет чтобы все депутаты в будущем парламенте были избраны чтобы это все были одномандатники то есть все 101 депутат чтобы избрались в каждой своем округе вы понимаете да что это будет когда почти все плохишевские кандидаты они будут регистрироваться как независимые в результате чего Плохотнюк поверьте мне наберет может быть даже конституционное большинство потому что по одномандатникам в нашей партии ситуация у нас больше всего примара в городах в стране исходя из этого я могу четко примерно понимать где и в каком одномандатном округе мы сможем выиграть но он хочет добиться чтобы от платформы прошел только Андрей Настас Слюсар и возможно Павловский он хочет чтобы от платформы не от платформы от пасу лумая санду трещина мая санду к мая санду на ревами на территорию ше пас таку ну аш татуату лумя Плахутнюк прин шантаж ку маймулти ректори директор диколежи шеф ласпитали шеф дивану комисари шамер департ ест гата пентру аша тип диколежи 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 ласпитали директор диколежи диколежи директор диколежи души диколежи диколежи макузаць костюм retатель и в диколежат диколежи в эти диколежи к д assure диколежи даже но же И не позволять Плохотнюку провести парламентские выборы по своему сценарию, так как он провел президентский, и будет серьезное давление общества, у Плохотнюка есть запасной вариант. То есть все-таки вернуться к половине, по спискам половины одномандатников, где тоже ситуация идет по грани. Поэтому я хочу обратиться ко всем здоровым политическим партиям. Я хочу обратиться к всем партиям в Молдове, чтобы организовать фронт коммун против Плохотнюк и режима бандитского, который сегодня был даром саму. Ну, как уверен, Филипп, контролирует Дзилеву, решетш, анкрейдеря, сурикапит и делает, че-то че-то не шмотят ли. Ну, и требует совему реакции, фарки дур. Была часто схема бандитярская. Коста есть и держа, ну, а схема. Ну, есть он атака, да, контр системы Банкара, контр жустичи де Молдова. То есть, отчеств, отчет, мерчь ворвы, деспринута к райдер, контр Републичи Молдова, контр Латоз Четотеней. Про Румынь, про Руш, про Европей, про Молдова. Ну, обем дредду, с пергем очастый лукты, деворчи, мерчь ворвы, деспридитору Републичи Молдова. Мы не имеем права проигрывать, ребят, потому что если Плохиш будет избирать 101 депутата и все будут одномандатниками, это будет просто торба, причем молдавская стопроцентная. Значит, поэтому предлагаю всем сплотиться. Я вижу, что сегодня общество, к сожалению, в очередной раз разделено. Но Игорь Дадон делает заявление в Москве, Плохотнюк в лице этим партий ему отвечает. Мы как-то начинаем откладывать в сторону кражу миллиарда. Люди начинают говорить не о том, как свергнуть режим Плохотнюка, а начинаем разбираться и геребанить Молдавию между Западом и Востоком. Значит, Плохотнюк украл у нас идею. Мы в течение нескольких лет говорили о том, что я мечтаю о том, и это написано в нашей программе еще в 2014 году. Я мечтаю, чтобы Молдова была площадкой, на которой Запад взаимодействует с Востоком, а не устраивает на ней полигон. И сегодня, прожив много лет в Российской Федерации до возвращения в Молдову, став примаром в муниципе Белц, я делаю все для того, чтобы культурные связи, экономические связи, чтобы это все начало работать. Чтобы тот человеческий ресурс, который у меня появился за 10 лет жизни и работы в Москве, давал какой-то плюс гражданам Молдовы. Я рад, что наши ребята учатся в Российской Федерации, открылся в той или иной мере рынок, где экономические агенты, которые ко мне обращались, я не делил их на правых и левых. Экспорт яблок, экспорт алкоголя. То есть я выходил с предложением и более 20 компаний, мы добились того, что более 20 компаний могут поставлять свою продукцию. Сегодня я очень обеспокоен тем, что одни начинают бороться за евроинтеграцию, другие, отдавая предпочтение таможенному союзу, забывают о нашей главной проблеме. Ребята, никто, повторяю, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Бухаресе и даже в Москве не смогут решить наши внутренние проблемы. Режим Плохотнюка можем побороть только мы вместе с вами. Очистить страну от всяких сорняков политических. Владимир Владимирович Путин в рамках своей пресс-конференции с Дадуном сказал одну очень важную вещь. Значит, сказал о том, что проститутки в России лучшие в мире. Он их же назвал женщин с низкой социальной ответственностью. Так вот, я, например, очень ждал от Игоря Дадона, потому что когда есть возможность, его видят очень многие страны мира, аудитория у российских телеканалов очень большая, не только на постсоветском пространстве, а также в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки. Что Игорь Николаевич выйдет и скажет, что я представляю захваченную страну, которая руководит бандитский режим олигархов Плохотнюка. Пока я ждал инаугурацию президента, меня лишили даже службы охраны. Я уже не говорю про то, что президент не имеет отношения к директору СИБА, к назначению. И сегодня, и так у нашего президента было немного полномочий. Пока Дадон ждал инаугурацию, они решили все свои вопросы. И с генеральным прокурором, и не только. И если президент должен использовать международную трибуну для того, чтобы озвучить основные проблемы, которые есть в стране. Да, сегодня президент Молдовы лишен полномочий, но говорить ему никто не запрещает. И Игорь Дадон говорил об очень многих вещах. Он говорил о тех вещах, которые продвигала партия социалистов, которую он возглавлял все эти годы. И то, что он обещал людям в предвыборную кампанию. Про религиозные ценности, семейные и так далее. Но когда уже Игорь Николаевич стал президентом, и не использовать международную трибуну. Когда в том числе в Вашингтоне признали, что Молдова является захваченным государством. И не говорить об этом, я считаю, мое мнение, что это очень серьезное упущение. Понимаете? И когда Путин говорил, что в России лучшие проститутки. Дадон должен был сказать, что у нас в Молдове лучшие проститутки, чиновники, депутаты парламента и прочая нечисть, которая грабит страну. Я не говорю абсолютно про всех депутатов и про всех чиновников в стране. Я говорю про тех, которые обслуживают олигархический режим Плохотнюка. Где нужно было сказать, что Владимир Владимирович, уважаемые телезрители, весь мир, кто нас видит вместе. В Молдове самое большое количество чиновников и политиков с низкой социальной ответственностью. И это нужно признавать. Сегодня, когда Плохотнюк уничтожает оппозицию, Настаса загасил Медина в предвыборную кампанию, оставил в противовес Дадону Майю Санду. Значит, меня сбили весной. Все помнят историю с возрастом. Пошли с комбинацией Горбунцова меня добивать, чтобы я не вернулся в Молдовию. Значит, на эту тему тоже есть определенные новости. Хочу вам сообщить, что 24 октября, вы помните, когда они выдали мандат на арест на мое имя, эти судьи плохиша, значит, подали меня во всесоюзный розыск, международный. Значит, то 26 октября, то есть через два дня, они прекращают дело по убийству. Этому делу порядка пяти лет, наверное. Дело об организации убийства меня, Горбунцовым, когда он был еще в Молдовии. Значит, они закрывают это дело, они закрывают дело по шантажу. Ну, Плохотнюковский судья Геннадий Павлюк 17 ноября меняет меру пресечения. То есть Горбунцов был все эти годы в международном розыске, имел мандат на арест по нескольким уголовным делам. И 17 ноября судья Павлюк изменил меру пресечения, поэтому Горбунцов сегодня больше не имеет международный мандат на арест. То есть в обмен показаний на меня, этот Павлюк, про которого я постоянно читал в интернете судья, один из судей с низкой социальной ответственностью, обслуживающий Плохотнюка и его режим, значит, Горбунцов, они, в общем, он для них больше не преступник. Все эти годы они его ловили, они его стреляли, они что-то у него отнимали. Сегодня все это пытаются повесить на меня, придумали страшилку, что я не вернусь домой. Хочу сказать этим всем судьям, прокурорам и так далее, товарищи судьи, товарищи прокуроры, которых используют и потом теряют, и выкидывают на помойку, как это был Буника в случае с Николаем Цеповичем, вот Цепович сидит с грустным лицом напротив меня, и Корнелло Морару, который, после этого Бунику показывали все телеканалы страны, его вышвырнули. Братунов прокурор, который написал 2 сентября и его прокурору Харунжину, значит, за его подпись ушел документ, где он просит возобновить дело, закрытое 5 лет назад по универсалу, подновят крышимся обстоятельства, да-да-да-да. Все, прокурор Братунова слышал, вчера или сегодня, все, убрали с Генеральной прокуратуры, отправили там рядовым прокурором на Рашкануку. Значит, товарищи прокуроры и судьи, 24-го, 24-го будет судебный процесс, определенные судебные процессы будут в феврале месяце. Товарищи судьи и прокуроры, я хочу, чтобы вы четко понимали и знали. Сегодня часть ваших коллег Плохотнюк использовал, в том числе, для своей рекламы, что он у нас борется с отмыванием денег. На эту тему я выйду с отдельными очень интересными документами, какое отношение Плохотнюк имел к отмыванию денег и другим преступлениям. Значит, ваши эти знакомые судьи сегодня многие сидят. Прокуроров выкинули, будут еще изменения в худшую сторону для многих из вас. Перестаньте обслуживать Плохотнюка. Потому что сегодня, фабрикуя решения против меня, у меня просьба, чтобы вы делали все по закону. Если есть масса доказательств, которые показывают, что я невиновен, прошу вас прекратить этот прокурорский беспредел. Будете им подъявлять, будете отвечать. Через полгода, через год, через три. Но вы все ответите за эти решения, чтобы вы с этим жили. И каждое утро можете повесить себе в рамочке, на стене. Я вам могу даже подписать, что вы ответите за весь беспредел. Куриспект, Рената Усан. Вы должны понимать, что это все просто так не закончится. Значит, я написал определенный запрос в прокуратуру Румынии, который подтвердили, еще раз в письменном виде, и в суде это будет представлено. Значит, мой запрос и ответ, где я четко попросил генеральную прокуратуру Румынии ответить, являюсь ли я свидетелем в деле Проки. Были ли согласованы все мои действия, разговоры с Прокой в румынской тюрьме и так далее, с властями Румынии? Есть письменные ответы на это. Поэтому, товарищи судьи, вытас, васи, фасес. Если бусуёк еще как-то пытается выжить и надеяться на брата, который у него уже много лет в бизнесе и так далее, и что он за счет этого как-то выживет, то у всех у вас есть братья бизнесмены. Товарищи плохиши. Я просто говорю с вами и читаю, вижу разные комментарии и в том числе разные тролли, которые пишут тут всякие байки. Значит, ребят, кого не нравится, просто удаляйте, сидите, наблюдайте за Балакчи, Сулакчи и прочие ваши эти патриоты, которые пишут каждый день. Вижу, тут меня спрашивают, а с Платоном как дела? Давно не виделись. Значит, я Платона видел не так много раз в своей жизни, никогда с ним не имел никаких общих дел. Но сегодня могу четко сказать, что Плохотнюк все то, что они делали вместе, сегодня пытается повесить на двух Платона. Плюс он хочет повесить на Платона, в том числе то, что делал маленький этот бандитик Шорик. Значит, в ближайшее время, значит, я повторюсь, когда они поднимут вопрос о смешанной системе и Плохотнюк захочет, чтобы в тот день депутат были одномандатником в следующем парламенте и так далее, ребят, мы должны выходить на протест. В Румынии было принято решение об амнисии каких-то жуликов-политиков у Аминии и Санстрады. Мы, в Молдове, все живут в фазе на телевизоре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я придумал кое-какие комбинации, расписал их, даже понравилось. Значит, ну еще раз я хочу вам повторить, что я сегодня не нахожусь в Молдове, соответственно, не нахожусь в СИЗО номер 13, только из-за того, что я обязан добить то, что связано с... Некоторые дела в зарубежных странах, в которых я являюсь свидетелем, конкретно против Плохотнюка. Я обязан сейчас довести все до конца, и, как я вам говорил, то, что я делаю, законно, в отличие от молдавских прокуроров и так далее, значит, я уверен, что скоро вы увидите результаты все этого, и Плохотнюк получит международный мандат на арест. После того, как я освобожу Молдову от Плохотнюка, значит, уже решите вы, есть ли у меня место в молдавской политике или нет. Я не буду цепляться за власть местную, республиканскую, если вы не будете в этом видеть необходимость. Если вы сами скажете, что все решаете, а я могу, разобравшись с Плохотнюком, уйти в 38 лет на пенсию, это будет ваше решение. Поэтому, как вы решите, так мы и будем жить. Сегодня просьба одна. Значит, я говорил с Додоном Игорем и в Москве, когда он сейчас был, я Игорем высказал свою позицию, что меня сегодня интересует объединение всех сил в стране против Плохотнюка. Куресту не кларификаем, не кларификаем, но и прямо у тебя вем, где Куроцит, прямо у тебя скинь, требуется хоть тем, где на република Молдова, чтобы урмес не укупаем куджевую политику. Астас, Плохиш, он у нас же, раз почувствует, хочет европейцев, американцев заставить задуматься, значит, Плохиш у нас начинает по секрету по ночам летать в Москву, там какие-то телеграммы. Хочет с разгону на коленях в Госдепе сделать кому-то воздушно-отдыхательную процедуру, значит, сразу бросается туда для того, чтобы пытаться что-то показать русским. В России сегодня Плохотнюк не нужен, насколько я понимаю, насколько я владею информацией. Сегодня Россия устраивает, что есть такой Плохотнюк у европейцев и у американцев, потому что, имея такого товарища, как координатора главного стрелочника, я считаю, что лучше подарка для русских невозможно придумать. В это время, пока мы с вами говорим, тут идет прямой эфир. Значит, прохождение мероприятий по случаю наугаации Дональда Трампа. Кто-то там протестует. Правильно? Пришел Трамп. Я очень рад, что Трамп победил на американских выборах. Может быть, у американцев теперь будет меньше времени заниматься. Молдавия, Украина, они займутся своими внутренними проблемами. А мы со своими как-то будем сами тихонечко разбираться. Значит, я вас очень прошу, то, что касается нашей партии, нашей структуры в стране. Ребята, 26 февраля пройдет съезд партии, на который будут избраны новые вице-председатели партии. Я прошу серьезно подготовиться к этому съезду. Я очень прошу всех тех, кто меня видит, кто меня слышит, пишите мне, пожалуйста, в личку в фейсбуке на эту страницу, как обстоят дела в том или ином районе, как вы можете и хотите изменить работу нашей районной партийной организации. Я благодарен тем активистам и тем координаторам, которые, несмотря на репрессии со стороны режима Плохотюка, продолжают работаться, не продаются этим негодяям, несмотря на то, что угрожают и предлагают большие деньги. Значит, спасибо за то, что вы делаете. Мы обязательно усилим нашу партию в этом году. Значит, социалисты заявили, что они будут бороться за большинство, и следующее правительство будет социалистическим, и больше наша партия, как партнеры, им не нужны. Спасибо за то, что вы делаете, что вы делаете на амбитии политики. Я сегодня не буду заниматься геополитикой. Я сегодня должен свалить к чертовой матери режим Плохотюка. Я должен те пункты, которые я обещал в программе 2014 года, как национализация всего украденного в стране, возврат земель украденных у граждан Молдовы, аптеки для того, чтобы люди не умирали от того, когда им предоставляют счет, бесплатное образование медицины. Сегодня меня критикуют некоторые ублюдки в Бельцах, что вот усатый обещал, как Собянин, снести в парке, в центральном парке эти рестораны, свадебные залы, будки незаконные, которые построили по всем Бельцам. И вот усатый их не сносит. Ребят, потому что есть их бандитский суд, госинспекция, все они контролируют и блокируют любые мои попытки. Понимаете? Когда будет центральная власть, и тогда, поверьте мне, что бульдозер, про который я много говорил, будет самым популярным транспортом во всех районах страны. И я уверен, что я это сделаю. Поэтому кто там собирается набрать большинство, кто там в кем планирует коалицию. Сегодня я знаю, что есть сотни тысяч людей, которые мне не доверяют, которые не доверяют этому бандитскому режиму. И пока у меня есть поддержка людей, я буду двигаться обязательно только вперед. И я уверен, что у нас с вами получится изменить все к лучшему. Но давайте мы сейчас научимся корректно себя вести, научимся любить нашу страну. Когда мы выходим на протест, не как у нас, знаете, вот обидно, вот многие говорят, вот были протесты, все ожидали, что вот за три минуты захватим одно здание или другое. Ребят, я всегда действовал законно. Сегодня бандитский режим плохотника не соблюдает законы, поэтому иногда их не буду соблюдать. И я в том числе. Но я это делаю не для того, чтобы грабить страну, как они делают, а для того, чтобы освободить Молдову от этих проходимцев. Давайте научимся протестовать, ребят. Давайте выйдем один раз и давайте оттуда не уйдем, чтобы на следующий день все те, кто видят нас по телевизору, присоединились к нам. И поверьте мне, таким образом за три дня реально можно освободить Молдову от бандитского режима плохотника. Я помню, в какой панике он был в прошлом году. Вспомните, как прятались депутаты парламента в здании, когда их вывозили там в женской одежде, на носилках и как угодно, понимаете, для того, чтобы они не попали в такую ситуацию, в которой оказалась Людмила Федоровна, ГИМПу, понимаете. Значит, если выйдет вся страна, поверьте мне, что плохишь вместе со своими этими узурпаторами либо спрячутся где-то, либо даже начнут покидать страну. И мы возьмем власть в свои руки и власть в Молдове принадлежит народу. А эти сосочки, которые вокруг их сегодня сидят, один сосет в леях, второй в долларах, третий в евро и так далее, эти сосочки, они все исчезнут. Все эти пиявки, понимаете. Все эти пиявки исчезнут. И мы избавимся от политика в стране с низкой социальной ответственностью. И пусть путанят в тех странах, где у них дома, виллы, лодки и так далее. Как их оттуда потом вернуть домой, это, поверьте, уже будет моя задача. Поэтому я вообще считаю, что каждый политик должен делать то, что он может. Додон много говорит про экономику, Андрей Анастас много говорит про юстицию. Я буду ответственным за молдавский МОСАД, за ликвидацию последствий, связанных с правлением бандитского режима полхотника. Сегодня же даже Филиппа невозможно в чем-то обвинять, понимаете. Пашка обвинял, луи, юс, крис, чест, фак, шеша, мэй, департин, салезис, чип, тем, с черем, но и дела. Дела Павел, Филипп, салди Павел, Филипп, Динчейлов. Они просто маленькие такие посудники, понимаете. Решают-то что? Решают все. Плохиш, Сережа Яралов и прочие консультанты. На конец апреля, начало мая, Плохотнюк даже убрал из главного своего офиса, это так, Плохиш, тебе к рассуждению, своего главного пиарщика по черным комбинам. И тот готовит серьезный план на конец апреля, начало мая. Значит, по дестабилизации ситуации в стране. И самое главное, они готовят, как продать нам котлету с досрочными парламентскими выборами. Скажут, вот вы хотели досрочные парламентские выборы, пожалуйста, но они будут по нашим правилам, то есть по их правилам. Поэтому мы не должны допустить этих выборов по их правилам, они должны быть по нашим. А по нашим они будут только тогда, когда мы объединимся. Ворог, динтуат и енима. Хадис Кремум групп. Группу контр, режимы, бандитец, Плохотнюк. Ну, мая, браусы, вот, фразы, имея, дедряпта, дистынга. Браусы, фим, тоц, о екипу Путерника, шатунчилу Плохотнюк, а сей, тремуре, панталоне, шина, сей, жунгом, пампер, жунгом, тоц, депутат, сей, дедим парламент, дедим тот же БСЮ, ши динкландерия остановок, Плохотнюк, ланой, сфачем, муфичу, но, пилоголаку, комсомолист, бронированные стекла, и так далее. Владимир Георгиевич, там, где ты пытаешься, я могу преподавать. Счетца на тош, в Аюбецк, никуда, откуда, царабатуар ледиарна, стрякачаст уикенд, ши дилунь, расфрикамыничали, шиняпкам, селиберам, републикам Молдова, де режиму бандитец, Плохотнюк, шиам, пригодит нам их сюрпризы, пинтруастам. В Аюбецк, всем хорошего вечера, они делают то, что могут, а мы с ними все, что захотим. Я вас люблю, пока.